МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа «Новина региона» с студией Олена Млешченко. Витаю вас с сегодняю выпуску. 18 домов полностью отновят, а еще 13 косметично отремонтуют. Клич урыхтуются до дожинок. Господарки Могилёшины пересягнули золотые экваторы уборочной. Заправдный кермаш с дегустациями и майстер-классами. Ушклове ладили свято-ахурка. У кличовики рыхтуются до областного свято-дожинки и романтуются жилые дамы. Бо дожинки – это не только гонор и клопот достойно сустреть працанников села Могилёшина, а и шанс зарабить житем мясовых людей больше комфортным. У кличовики капитально ремонтуют 18 жилых домов, а еще в 13-ти робят косметичный ремонт. Наш репортаж из райцентра. Кличов, как вядома с историей райцентра, Амаль Ушчент разбурили в часе войны. Будинки на его головной площади ранней послевоенной побудовы. А вот жилый фонд на головной улице города Ленинской относится по часу до 60-х годов, минулого ста годя, цикрыху поздней. За тем часом жилье продугледживало только стены и дах над головой, а не воду и канализацию. Этот дом, нашему дому уже более 40 лет. В этом доме я проживаю. Но что хочется отметить, что наш дом просто на глазах становится красивее, благороднее. У нас мы в перспективе видим себя здесь полностью. Озелененный участок, полностью с клумбами. В общем, такая красота будет. И то, что главное, что у нас будет вода, канализация и будет просто благосостояние нашего человека. Кап дать людям у 21-м ста годе элементарные выгоды, для этого теперь идут ремонты по ухим кличеве. При нам все на улице Ленинской ремонтуют шесть жилых домов. Их же хары меркуют теперь и про систему оттепления. Центральное оттепление, я думаю, что вопрос сложный, но поскольку подвод газа имеется в этих домах, то с приходом водопровода появится возможность перейти на индивидуальные газовые котлы. Я думаю, что это вопрос перспективы. А кроме ремонта домов, у Кличеви будуется и новое жилье. А маль готовый 32-кватерный дом по улице Советской, подмурок якого заклали на початку весны. И на василе целком махчимы до кличевских дажинок. Андрей Шуляк, Илона Иванова, Александр Тарасов. Навидный регион. Гасподарки Кировского района завершают уборку сбоживых. Засталось 15% в площадке. В основном это палетки, где колоссовые еще не поспели, поведомили у райвы конками. Так само сарод лидеров по темпах уборки. Бабруйский район 75%. А вот по уроджайности на первом месте Шкловский район 52,5 центнер из гектара. За им идуть Круглянский и Городский. 48 и 41% ответно. У Могилевской области два экипажа комбайнера у трехтысячников. Четыре водители перевезли по три тысячи и более тонн сбожа. Так у лидеров знов працевники агрокомбината Зара Могилевского района. А так само Шкловский сельгазпродприемство Александрийское и Амкадор Шклов. Кировник в области Владимир Доманевский особисты выказывает удячность комбайнерам и водителям за якостную працу. Лидеры жнива у агрокомбината Зара Могилевского района теперь трехтысячники. Экипажи у Владимира Корсака и у Владимира Мельникова водители Юрий Манкевич и Лангуры Хасия. Я уже 25 лет, а вообще в Беларуси уже 30. Женился, остался. Работают все одинаково, только что кому больше повезет, то и первый получается. А так остальные не хуже работают, чем я. А комбайнеры у Владимира Мельникова и Алексея Макосу отзначают, что у их напряженной работы сдараются приемные нечаканности. Раз резко что-то прыгнуло, и сова. Все, комбайн остановили, вылезли, подняли. Пыль, вот такая как сейчас, пыль на ино, поджатки выскочила. Мы думаем не подрезали, он пошел. Ненормально, целый, живая. А их много здесь. Господарки Могилевской области за выходные пересягнули золотый экватор уборки. Намолочено 650 тысяч тонн зерна с выраженностью 34,9 центра. С министром сельскохозяйства продовольствия, с губернатором области работали по Могилевской области. Замечаний практически нет. 1300 зерноборочных комбайнов работает слаженно, хорошо и качественно. Это позволяет каждый день от 63 до 65 тысяч намолочивать зерна. Дарэч, самая великая урожайность у сельхазпортприемства Александрийская. Амаль – 79 центров с гектара. Яго водитель Игры Ярошоу – сирот трохтысячников. Больше трохтысяч тонн перевез и Виталь Тямрук с предприемства «Амкадор Шклоу». Татьяна Сергеичек, Виталь Алексеенко, Новины региона. Три смерти на водоемах в области принесли выходные дни у Вогулю. За отыдень шатыры человеки загинули при купанне. Так, в Дрыбинском районе вода унесла житет 14-годового подлетка. По оперативной информации, на раце хлопец отпадшвав с батьками, а потом раптовно зник под водой. Вырытовать яго не удалось, а згодно по передней информации. Несчастный выпадок отбылся по причине порушения правилов безопасности на воде. Следство проводит проверку, закликая батьков не покидать детей без нагляду и рассказывать им про то, до чего может приводить неостережность на водоемах. Разом с тем, як поведомили у Могилевским товаристві вартавання на воде, часто до трагеды приводить купанне у Ницвярозым стане. По словах вартавальника, у Могилевским районе увёзце Жукова. Мужчина пошёл купаться после распиття спиртных напоев, доплыл до середины водоема и потанул. Такой же называть причину гибели жахара вёзки Хамичи у Быховским районе. Не глядячи на то, что лето наближается до финала, то на дворы и спрыяя отпочинку на пляже. И купальный сезон протягивается. Наша здымочная группа проехалася с рейдом по зонах отпочинку на воде. Проверила их санитарный стан после спякотных выходных. А пушными днями на пляжах не идти яблоко упасть. Так у Могилёві за выходные место отпочинку для воды наведали тысячи могилёвчан. Ага это уже понеделок, пляж на Дняпры. Людей, зрозумела, не шмат, зато и добра бачна, у яким стане застаўся пляж после активного выходного отпочинку. Усё у парадку и на пляже так званого святого возера. Однако такая становчая картина назирается не за усёды и не усёды, кажут санэпидемиологи. Моменты нарушения санитарного состояния есть каждый год. В этом году уже были какие-то? В этом году были незначительные, но ограничивались рекомендациями, которые тут же устранялись. То есть грубых нарушений таких в период купального сезона не было. По словах специалистов, у кожных офицейных пляжа есть уладальник, який рыхтуе место отпочинку на воде до сезону и отказывая за их санитарный стан. Однако, как отпочинок был усім на радость, треба памятать. Чисто не там, где прибираюць. В Бабруйском районе аварий загинул 31-годовый меньшанин. И, как поведомили УДЯЖ Аутоинспекции, дорожно-транспортное здарение отбылось на автодорозе Бабруйск-Мазыр. Мужчина керывал БМВ, машина выехала на полосу Сустречного руху и урезалась у МАЗ. Водитель иншамарки загинул на месте. Соправдный кермаш. Больш за 100 гандлевых кропок с дегустацией незвычайных страв, майстер-классами и конкурсами. Свято Агурка у школы отримался масштабным и креативным. Городский парк заполнили господары, які пропонували разностайные просмаки за Гуркову. Так само презентовали свою продукцию организации и господарки района. Шклоушину давно называют землей Гурков. Это свой саблевый бренд, який же хары поддерживают святому гонор зеленого присмака. Свято проводят с 2006 года и присвящаются его сбору летнего урожаю. Тут ведают самые разные рецепты приготовления Гурков. Здесь чесночок, укропчик и быстро сол. Порезали, порезали, посолили, укропчиком посыпали и все. И можно сразу же кушать, как малосоленый огурчик. Залить обязательно надо теплой водой. Соль, сахар по вкусу, пряности, специи. Все как. Но обязательно, чтобы был немножко срезан и теплой водой заливать. Наши бабушки пользовались огуречным соком, как увлажняющим средством, снимающим отечность, отбеливающим средством. То есть огуречный сок можно использовать, можно замораживать, можно использовать для кожи лица, как примочки. Традиционно на огурковом кермаши господи имкнутся показать уникальные экспонаты. И это у них отримывается навыдатно. Потому что наш Клоушиня любит экспериментовать с выросшиванием и приготованием огурков. И привучают до этого смоленства. В целях ознакомления детей с окружающей средой мы посадили вот этот сорт и посадили обыкновенный сорт, типа родничок. Чтобы показать, какие овощи могут быть разные. Сами шклаучаня говорят, что без огурков не обыходится навыц снеданок и нарыхтовок и зауседы хапая. Бо тут добре ведают головный принцип. Огурки любят цепленню, вельготность и увагу. Катярина Градницкая, Миколай Соболев, Новины региона. Наши новины доступны на сайте ТВР Могилёв. Крупка бая, я за вами раз витвуюся. Доброго вам настрою и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин